Вчера, конечно, я повеселился по поводу ков и коров. Ну, зато правда. Может грубовато, но зато правда. А вообще в этом есть, конечно, большой смысл. Большой смысл. На самом деле мы действительно тратим очень много времени, часто, по неопытности, по незнанию, из-за отсутствия силы воли. Я бы даже так сказал. Тратим много времени на людей, которые действительно пустые для бизнеса, они не подходят. Хотя, в конечном итоге, только Бог определяет, подойдет там человек или нет. Но какие-то признаки существуют. И вот есть такая категория людей, я хочу, чтобы вы хорошо знали. Одна из некоторых категорий, я сейчас поподробнее немножко поговорю об этом. Их называют великие. Ну, с иронией в кавычках, великие. В чем их величие? Как определить великого человека? Великий человек, когда он приходит к вам на презентацию, не заинтересован узнать о бизнесе. Его скрытый истинный интерес только в одном. Он ищет слушателя. Он ищет человека, который восхищался его качествами, его героизмом, его псевдодостижениями, его квази-возможностями, его как бы величием. И он будет говорить без конца. Это человек, которого остановить практически невозможно. И если вы попали, то вам тогда кирдык. Я помню на заре своего, в начале своего бизнеса, прочитал как-то литературу о том, что надо внимательно слушать людей, прежде всего. А уже потом говорить, что очень правильно. Наша беда, что мы много говорим, мало слушаем. И не умеем слушать. Это колоссальный навык. Это сила воли. Это умение. Это знание. Это практика. Но для этого надо познать сначала. И вот я узнал о том, что надо внимательно слушать. У меня, кстати говоря, масса случаев, я могу примеров привести, огромное количество, когда ты только просто из-за того, что я слушал, я получал нужный результат. Море могу привести примеров. Море. Я помню, в Симферополе как-то проводил встречу по просьбе своего дистрибьютора. Наташа такая девушка. Она говорит, Олегович, там такой важный дядька. Он такой начальник. Он такой крутой. Пойдемте мне поможете. Он такой больной. Ему надо продукты наши продать. Пищевые добавки. Ну и мы с ней поехали. Он депутат. Он, короче говоря, премьер-министр республики. Ох, здоровенный. Помню. Кабинет секретарша. То есть огромные пальцы, как сардельки такие. Знаешь, огромные. Лицо такое большое. Ну весь такой. Видно, не совсем здоровый человек. Но огромный дядька такой. Такой промышленник, такой хозяйственник. Такой коммунист, прожженный такой, уже ветеран такой. Дядька, ледяка такой. И вот мы пришли. Я рядом с ним, карлик просто. Я в галстуке. Ответственный мужчина с серьезным делом прибыл. Вижу дело тут серьезное. И я стал его слушать. Он очень интересный собеседник. И очень много знает вообще. Это порода людей, которые делала дело в свое время. И вот он строил в Узбекистане какие-то плотины, там что-то такое. Вот какие там перипетии его. Интересно. И я искренне его слушал. Во-первых. Во-вторых, я помнил, что надо слушать. У меня выхода другого не было. Он просто не стал меня вообще со мной дело иметь. Если бы я пытался что-то там говорить. Я для него шелупой. Сетевик какой-то. Он же не знал, что я такой крупный лидер. И поэтому у меня была одна возможность. Слушайте. Вот я его слушал долго. Чита три, наверное, он рассказывал мне. Захлеб. Книга у него. Вот он размахивал этой книгой. Говорил. Весь возбудился. Долго говорил. Потом, когда он замолчал. Обычно серьезные люди замолкают. У них чувство вины определенное. Потому что не понимаешь, что не только говорить. И он говорит мне. Какой ты замечательный слушатель. Как с тобой интересно разговаривать. Как ты меня внимательно слушал. Ты такой толковый мужик. Молодец. Хороший парень. Давайте книгу подрю. А что ты собственно хотел? Да что вы пришли-то? Ну я ему говорю. Мы пришли вот то-то, то-то продать вам продукты. Так давай. Идите к секретарше. Расскажите ей. Если она заплатит и купит. Идите. Я говорю. Нет. Мне надо вам рассказывать. Ну давай только быстро. У меня нет времени. То есть он покупал не для того. Он просто отблагодарить нас хотел. На большую сумму купил у нас продуктов. И мы ушли счастливые. Я для себя вывод сделал. Слушай. Но не всегда надо помнить, что есть люди, которых надо не служить, а от которых бежать. Пришла ко мне как-то. Я был еще неопытный. Женщина. На всю жизнь запомнил. Пожилая, взрослая женщина. Сильная, большая, крепкая. Тоже такая Лидия Абрамовна. И рассказывает. У меня денег нет. У меня сын 35 лет. Ему надо идти в море. Для того, чтобы в море уйти, надо денег. Я ему должна заработать денег. Я вот на пенсии. Я была секретарем партийной организации. У меня папа. У меня 2, 7 или 9 высших образований. Я была там. Я была сям. Я думаю. Вот это да. Вот мне повезло. Смотри. Какая мотивированная. Лидер. Секретарь партийной организации. У нее такие качества. Вот это да. И вот я ее сижу, слушаю. Час слушаю. Два слушаю. Она мне в деталях, в подробностях, как ее папа учил, как в институте, как в школе, как она первый раз замуж, как второй, как третий. Думаю, я начал понимать, почему от нее мужья убежали. Понятно. Значит. И вот она меня истерзала просто. Я говорю. Все. Не могу больше. Давайте я вам расскажу о бизнесе. У меня времени нет. Она говорит. Ну давай. С неохотой с такой. И я понял, что ей не интересует эта вся фигня, которую я пытаюсь ей рассказать. Ей надо вставить опять слово. Я уже кое-как от нее отделся. Пригласил на презентацию. На другой день она сидит в первом ряду. Глаза меня пожирает. Служит внимательно. Готова сорваться с места и начать. Думаю. Рыть землю. Строить вместе со мной организацию. Все закончилось. Я закончил выступать. Она ко мне подбежает. Подбегает. Приперла меня к доске и говорит. Все. Все, Олег Грёвович. Теперь мы их всех сделаем. У меня связи. У меня в Бердичеве связи. У меня во Львове связи. У меня там связи. У них магазины. Мы их с тоннами. Мы кораблями. Мы самолетами. Эти продукты повезем. Мы их всех сделаем. Мы их замочим. Но только вот у меня сейчас денег нет. Ну вот пойдемте. Сейчас я вам расскажу. Когда я была секретарем консольной организации. Мы делали вот так. Неделю она ко мне ходила. В конце концов я ее заставил купить этот самый контракт. Через неделю, через два дня она пришла его сдала обратно. И я понял, что я попал. Я попал. Она продолжала рассказывать. Требовала у меня деньги. Продолжала рассказывать, почему она не может. Вот если бы ей не мешали. Если бы не то да сё. Великие. Надо бежать от таких людей. Пулей. Пулей бежать. И учиться слушать. Давайте так. Сегодня или завтра вы идете навстречу. Разговаривая. Вы просто слушаете. Во время слушания вы все время себя контролируете. Только бы не слететь, не сойти, опять не съехать в эту проезженную колею. Мы самые лучшие. Мы самые супер. Мы самые уникальные. Ерунда. Слушайте. Думайте. Наблюдайте. Смотрите кто перед вами. И подталкивайте, стимулируйте человека к откровенности и к разговору. И вы посмотрите, какой будет результат. И всегда пытайтесь отделить великого от нормального интересующего человека. И тогда у вас все получится. Завтра я буду рассказывать вам еще более важные вещи. До встречи. Все будет классно. Все будет просто супер. Что посеешь, то и пожнешь. Продолжение следует.